ЗАЛЬЦБУРГ По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки. Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга, от сознания близости своей к чему-то, что мы называем идеал, как он. В Моцарте я люблю все, ибо мы любим все в человеке, которого мы любим действительно. Петр Ильич Чайковский Вечный солнечный свет в музыке Имя тебе Моцарт Антон Григорьевич Рубинштейн Здравствуйте, уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию литературно-музыкальную гостиную «Музыкальный гений», посвященную жизни и творчеству великого австрийского композитора и музыканта-виртуоза Вольфганга Амадея Моцарта 27 января исполняется 265 лет со дня его рождения. Отец будущего композитора Леопольд Моцарт родом из немецкого города Аугсбурга обладал многочисленными талантами. Он был скрипачом, органистом, педагогом и композитором. Школа скрипичной игры, изданная Леопольдом Моцартом, пользовалась популярностью не только в Австрии и Германии, но и в других странах, в том числе и в России. Работал он в качестве придворного музыканта и коммердинера у зальцбургского вельможи графа Турна, а затем поступил скрипачом в дворцовый оркестр зальцбургского архиепископа. Его жена Анна Мария Пертль родилась недалеко от Зальцбурга и отличалась необыкновенной красотой. Непреклонный и несколько суровый нрав Леопольда смягчался веселостью и добродушием Анны Марии, двумя драгоценными душевными свойствами, которые впоследствии маленький Вольфганг всецело унаследовал от матери. Из семи детей от этого брака остались живы только двое. Дочь Мария Анна, родившаяся 30 июля 1751 года, которую в семье называли Нанерль, и сын Вольфганг, появившийся на свет 27 января 1756 года. Его рождение едва не стоило матери жизни. Очень нескоро она смогла оправиться от слабости, внушавшие опасения за ее жизнь. Из книги Дэвида Вейса «Возвышенное и земное». Вот этот совсем другой. В действительности Леопольду Моцарту, рассматривавшему своего новорожденного сына, хотелось сказать «этот будет другим». Но он побоялся, что такую самонадеянность можно счесть за непокорство волей Божьей. И все же он повторил, обращаясь скорее к себе, «этот совсем другой». В момент появления на свет младенца Анна Мария Моцарт хотела знать только одно, будет ли ребенок жить. Ведь столько детей умерло, пятеро из шести, подумала она с ужасом, от которого ее не спасала даже вера в промысел Божий. Повитуха, принявшая младенца минуту назад, в нерешительности держала его в руках, словно не зная, что делать дальше. Младенец не шевелился, и Леопольду сделалось страшно. Разве бывает, что новорожденный молчит? Все нормальные младенцы плачут. В качестве помощника капельмейстера Леопольд давал уроки музыки, обучал хор мальчиков, играл на скрипке в придворном оркестре и был придворным композитором. Но с внезапным ужасом он подумал, если младенец умрет, жизнь потеряет всякий смысл. Здоровье Анны Марии и так уж подорвано частыми родами, еще об одних нечего и помышлять. Правда, на Нерль, которой не было и пяти, уже училась играть на клавесине. Но она ведь девочка. Повитуха, спохватившись вдруг, что младенец все еще дышит, дала ему звонкий шлепок, и ребенок закричал. Никогда еще Леопольд не слышал столь желанного звука. Для него он был слаще музыки. И он возблагодарил Бога за этот признак жизни. Дочь Леопольда Моцарта проявила столь несомненный музыкальный талант, что отец рано начал заниматься с нею на клавире. Это произвело большое впечатление на мальчугана, которому было около трех лет. Он также усаживался у клавира и мог подолгу развлекаться подбиранием терций. Найдя их, он с радостью повторял созвучие. Маленький Вольфганг запоминал отдельные места музыкальных пьес, которые слышал. Ему было четыре года, когда отец, как бы затевая веселую игру, начал разучивать с ним на клавире некоторые минуэты и другие пьесы. За короткий срок он смог играть их с совершеннейшей чистотой и в строжайшем ритме. Вскоре в маленьком музыканте пробудилось стремление к самостоятельному творчеству. Пятилетний Вольфганг сочинял маленькие пьесы, которые проигрывал своему отцу и просил записать их на бумаге. К шести годам он уже с успехом исполнял сложные виртуозные произведения. Родителям не приходилось упрашивать сына сесть за инструмент. Наоборот, они уговаривали его прекратить занятия, чтобы он не переутомился. За это же время, незаметно даже для отца, мальчика владел игрой на скрипке и органе. Отец и его друзья-музыканты не переставали удивляться такому невероятно быстрому развитию ребенка. Дом Леопольда Моцарта посещался местными музыкантами, которые приносили ему свои сочинения и часто их вместе исполняли. Так, однажды один из них принес шесть своих новых трио. Сели их играть, но не успели музыканты разместиться, как явился маленький Моцарт со своей собственной крошечной скрипкой, полученной им в подарок, и предложил свои услуги. Услуги эти были отвергнуты, так как Моцарт никогда не учился играть на скрипке. Оскорбленный музыкант залился горючими слезами. Чтобы утешить его, ему позволили сесть возле Шахтнера, его большого друга, и играть с ним вторую скрипку. Но так тихо, чтобы не было слышно. Моцарт уселся. Шахтнер, как он сам рассказывает, заметив вскоре, что он лишний перестал играть, а мальчик сыграл с листа все шесть триум. Леопольд Моцарт не хотел, чтобы жизнь Вольфганга была такой же тяжелой и однообразной, как и его собственная. Ведь, несмотря на его многолетнюю непосильную работу, семья Моцартов вела скромный образ жизни, часто не имела даже средств расплатиться с долгами. Стесняла и ограничивала возможности Леопольда Моцарта и его зависимое положение придворного музыканта. Поэтому так рано созревший талант сына рождает надежду устроить его жизнь по-иному, более интересно и обеспеченно. Отец решает вести мальчика с его талантливой сестрой в концертное путешествие. Шестилетний музыкант отправляется завоевывать мир. Они отправились всей семьей и сначала попытались счастье в Мюнхене, а затем, поощренные необыкновенным успехом, отправились в Вену. Проезжая мимо одного монастыря, семья Моцартов зашла в него помолиться. Вольфганг тем временем пробрался к Органу и заиграл. Монахи, сидевшие с гостями за трапезой, услыхав чудные звуки, побросали еду и гостей, и все в немом восторге столпились вокруг маленького виртуоза. Тотчас по приезде в Вену семья Моцартов получила приглашение ко двору, в простой, а не в приемный день, чтобы можно было лучше ознакомиться с детьми. Император Франц был большой любитель музыки и отнесся к Вольфгангу с большим интересом. Он подверг всестороннему испытанию таланта и искусства мальчика, заставлял играть одним пальцем трудные пассажи, велел закрыть клавиши салфеткой, но Моцарт и сверх салфетки сыграл так же безукоризненно, как и без нее, так что в конце концов император прозвал его «маленьким колдуном». Париж явился продолжением триумфа в Вене. Юными музыкантами заинтересовалась королевская семья, и их пригласили в Версаль. В Париже, как и в Вене, Моцарт выступал много раз публично, как пианист, скрипач и органист, и своей игрой на всех трех инструментах вызывал всеобщий восторг и изумление. Успех продолжался и в Лондоне. Маленький виртуоз и композитор окончательно покорил Европу. Прославленная, счастливая, но уставшая семья Моцартов возвратилась в родной Зальцбург. Был 1776 год. Но долгожданный успех длился недолго. Леопольд Моцарт хотел закрепить блестящий успех сына и стал готовить его к новым выступлениям. Начались усиленные занятия композиции, работа над концертными программами. А тем временем шли заказы на новые произведения, и маленький композитор наравне со взрослыми усиленно сочинял музыку. Так Венский оперный театр заказал ему комическую оперу «Мнимая простушка». И он с успехом справился с этим новым для себя сложным жанром. Репетиции с артистами театра предвещали успех, но это первое оперное произведение Моцарта не было поставлено на венской сцене, несмотря на настойчивые хлопоты отца. Вольфганг тяжело переживал свою первую неудачу. Начинала сказываться зависть и неблагожелательное отношение музыкантов к своему 12-летнему сопернику. Для них Вольфганг перестал быть чудо-ребенком и превратился в серьезного, уже прославленного композитора. Завистники боялись померкнуть в лучах его славы. Отец решил везти Вольфганга в Италию. Он был уверен, что покорив своим необыкновенным талантом итальянцев, его сын завоюет себе достойное место в жизни. Моцарты на этот раз вдвоем отправились в Италию, на родину оперы. За три года с 1770 по 1773 год отец с сыном посетили крупнейшие города этой страны – Рим, Неаполь, Милан, Венецию, Флоренцию. Второй раз в своей жизни Вольфганг, теперь уже 14-летний музыкант, переживал триумф. Его концерты проходили с потрясающим успехом, поражали сложности и разнообразие этих выступлений, которые собирали такое огромное число слушателей, что к месту концертов ему помогали прокладывать дорогу силой. Зачастую концерты на 90% состояли из сочинений самого юного композитора. И сейчас вы услышите одно из наиболее известных произведений Моцарта – «Маленькая ночная сиренада для струнного оркестра». «Маленькая ночная сиренада для струнного оркестра» «Маленькая ночная сиренада для струнного оркестра» «Маленькая ночная сиренада для струнного оркестра» Субтитры создавал DimaTorzok Миланский оперный театр, крупнейший театр мира, известный своими замечательными прославленными певцами, заказал Моцарту оперу «Митридат. Царь понтийский». За полгода Вольфганг написал это сложное произведение, блестяще справившись со своей задачей. Опера шла 20 раз подряд, с неослабевающим успехом, и привела к новому взрыву восхищения и удивления гениальным мальчикам. Моцарт получил заказы на новую оперу и другие произведения. Поразили итальянцев и фантастически тонкий слух Вольфганга, и его гениальная память. Находясь в Риме в Сикстинской капелле во время исполнения многоголосного хорового произведения, Моцарт запомнил его и, придя домой, записал. Произведение это считалось собственностью церкви и исполнялось всего два раза в год. Выносить ноты из церкви или переписывать их запрещалось под страхом сурового наказания. Но перед чудесным музыкантом отступила и церковь, ведь Моцарт не выносил нот и не списывал их, он только запомнил. Весть об этом необыкновенном событии достигла самого папы. Но вместо отлучения этот проступок доставил Моцарту еще большую славу. Папа пожелал его видеть и пожаловал ему орден золотой шпоры, дающий в Италии права дворянства и свободный вход в папский дворец. И сейчас вы услышите, пожалуй, одно из самых трогательных духовных произведений Моцарта – «Аве верум корпус» в исполнении незрячего певца Андреа Бачелли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Вскоре композитор женился. Семейная жизнь Моцарта сложилась в основном счастливо. Его женой стала Констанца Вебер – веселая, жизнерадостная, привлекательная девушка. В характере своей молодой жены Моцарт нашел много черт общих с собственным характером. Констанца, как и он, не терпела в чувствах преувеличений, была добра, беспечна и жизнерадостна, легко переносила лишения и была чрезвычайно музыкальна. В Вене композитор нашел то, что так долго искал, а именно признание фортепианной музыки. В Австрии активно совершенствовался этот инструмент, а также проводилась печать музыкальных произведений для фортепиана. Именно в этот период творчества, всего за четыре года, Моцарт сумел сочинить 15 фортепианных концертов с оркестром, среди которых особую популярность получил 23-й. Премьера концерта прошла 2 марта 1786 года и была успешной для композитора. Блеск и игривость музыки – вот что отражает сущность не только музыки концерта, но и характера Вольфганга Амадея Моцарта. Потрясающая виртуозность и импровизационность концерта делают его одновременно самым сложным, но и самым красивым в творчестве венского классика. И сейчас в исполнении Арины Переладовой вы услышите отрывок из второй части концерта для фортепиана номер 23. Арины Переладовой Арины Переладовой Арины Переладовой Арины Переладовой Арины Переладовой Арины Переладовой Тяжело складывался для Моцарта начальный период жизни в Вене. Не имея ни постоянного заработка, ни поддержки со стороны родных и близких, он вынужден был работать до изнеможения, сочинять, давать уроки, выступать. Успех его новой оперы «Похищение из Сираля» снова открыл композитору двери дворцов и салонов венской знати. В аристократических кругах Вены культивировалась тогда инструментальная музыка, симфоническая и камерная. И Моцарт написал большое количество концертов для разных инструментов, квартетов, клавирных сонат и фантазий. И сейчас в исполнении Арины Переладовой для вас прозвучит первая часть сонаты для фортепиано «Си бемоль мажор». Арины Переладовой для вас прозвучит первая часть сонат и фантазий. Арины Переладовой для вас прозвучит первая часть сонат и фантазий. Арины Переладовой для вас прозвучит первая часть сонат и фантазий. Арины Переладовой для вас прозвучит первая часть сонат и фантазий. 1 мая 1786 года в Вене состоялась премьера оперы Моцарта «Свадьба Фигера». Вначале публика встретила ее восторженно, но неприязнь императора и придворных кругов к новшествам Моцарта сказалась на судьбе оперы. Как и похищение Сираля, она после нескольких представлений была исключена из репертуара Венского театра. Однако музыка «Свадьбы Фигера» приобрела огромную популярность. Знаменитая ария Фигера «Мальчик резвый» распевалась и разыгрывалась на улицах Вены, в кабачках и ресторанах, в садах и парках. «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, а то низ женский, лаский, плеченый. Недовольно играть и смеяться, не пора ли мужчиною стать? Надо сердцем тебе распросятся, сейчас достал, должен ты воевать. Распростись ты с духами, с помадой, со стихами, с ночной серенадой. Ты забудь про виночки, цветочки и про женские ласки, забудь, что тебе волновали-то грудь. Не горюй, красавец юный, скорбь не вечно, пусть беспречно, звучат сердца струны. «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, ты заботами здесь окруженный. Жил, не зная забот и лишения, не пора ли мужчиною стать? Срок достал, и с тобой, без сомнения, ты украсишь победную рань. Будешь воином суровым, и усатым и здоровым. С острой садой, с медной кастой, и со шпотой, и с тербаной. С лютым видом, пустым карманом, чести много, а денег мало, да, чести много, а денег мало. Так, вместо танцев очень скоро марс носнется через дворы. Через леса и через далины, и болоты, и путины. Вместо песенов трамбоны, барабаны, бомбардоны разливутся на все тонны, разнесутся далеко. Не забудь, что все девицы дорожат так мундиром, что есть смысл возвратиться через год. Ихи командиром. В войн стали, в боях закаленный, всюду встретишь прием логослоны. Будешь пить, танцевать, увлекаться, и с сердцами пресчетно играть. А теперь в путь пора собираться, надо прежде мужчиною стать. Так скорей дружок за тело, смело вздремя ногу в тень, Днем счастливый, Боже, смело насыпать этот день. Керубина побеждай, керубина побеждай. Для гениального композитора наступило тяжелое время. Моцарт был лишен даже самых необходимых средств для сносного существования его и семьи, жены и детей. Большим событием для Моцарта стал громадный успех свадьбы Фигера в Праге. Она вошла в постоянный репертуар оперного театра. Дирекция его предложила Моцарту написать оперу на сюжет по собственному выбору. Это было очень выгодно Моцарту, ведь он временно избавлялся от материальных затруднений. И сейчас мы предлагаем прослушать еще одну популярную арию из свадьбы Фигера. Ария Барбарины. Исполняет Арина Переладова. 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 Премьера оперы «Дон Жуан» в Праге прошла с большим успехом. Поставленная в следующем году в Вене, она была принята более холодно. Снова началась полоса материальных невзгод. В конце 1788 года, после смерти Глюка, занимавшего должность камерного музыканта при императорском дворе, Моцарт получил его место. В течение лета 1788 года Моцарт написал три последние и величайшие симфонии. Самая популярная из них — соль минор — по своей задушевности и лирической взволнованности представляет собой уникальное явление в музыке XVIII века и предвосхищает многое в романтическом симфонизме века XIX. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Заказов давно не было. Это посещение произвело на него подавляющее впечатление. Давно уже испытывая недомогание, Моцарт воспринял этот заказ на заупокойную мессу как пророчество своей близкой смерти. Вот как этот эпизод описан в книге Дэвида Вейса «Возвышенное и земное». Однажды, когда он выходил из дома на Раухенштейн-Гассе, направляясь работать в свой домик, ему встретился в дверях незнакомец. Высокий худощавый человек посмотрел на него суровым взглядом и спросил «Вы, господин Моцарт?» Да, Вольфганга неприятно поразила внешность незнакомца. Он был так тощ, что походил на огородное пугало. Одет он был в темно-серый плащ, и суровость его наводила страх. «Что вам угодно?» «Не могли бы вы написать реквием?» «Для кого?» «Имя должно остаться неизвестным». «Невероятно! Может, этот человек посланец самого дьявола?» «Это должна быть месса по усопшему». Вид у незнакомца сделался совсем зловещим. «Заупокойное месса!» Вольфганга мороз протрал по коже. Ему вдруг представилась собственная смерть, и мелькнула мысль, что незнакомец явился предупредить о ее приближении. «Реквием должен сочиняться в полной тайне. Ни один человек, и уж, конечно, никто из ваших друзей, не должен ничего знать». Вольфганг уже готов был отказаться от предложения, когда незнакомец добавил «Вам будет уплачено 25 дукатов, когда я приду заключать сделку, и 25 в конце. А вы уверены, что застанете меня? Я здесь нечасто бываю?» «Застану», – произнес незнакомец тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Тех, кто мне нужен, я всегда застаю». Незнакомец ушел, а Вольфганг еще долго раздумывал об этой встрече. Сегодня он чувствовал себя неважно. Накануне много часов подряд сидел за фортепиано, проигрывая отдельные темы своей новой оперы, и наутро проснулся с опухшими руками. Двигать пальцами было трудно и больно. Правда, постепенно пальцы снова обрели подвижность, но Вольфганг встревожился. Со здоровьем что-то неладно. Чем больше он думал о таинственном незнакомце в сером, вспоминал его мрачный голос, леденящий взгляд, тем более вероятным казалось, что эта зловещая фигура – предвестник смерти. Позднее все это объяснилось. Странный посетитель оказался слугой графа Вальзега Цуштуппаха, имевшего обыкновение заказывать нуждающимся композиторам различные произведения, покупать их за бесценок и издавать под своим именем. Так он собирался поступить и с «Реквиемом» Моцарта. Композитору не удалось закончить «Реквием». Работу над этим великим произведением прервала смерть. Он умер в ночь с 4 на 5 декабря 1791 года. Закончил его, используя оставшиеся эскизы и черновые записи, ученик Моцарта Зюсмайер. Причина смерти Моцарта до сих пор является предметом споров. Знаменитая легенда об отравлении Моцарта композитором Сальери и сейчас поддерживается некоторыми музыковедами. Но документальные доказательства этой версии отсутствуют. Похороны Моцарта проходили при трагических обстоятельствах. Из-за отсутствия денег у его осиротевшей семьи великий композитор был похоронен в общей могиле и точное место погребения до сих пор неизвестно. Эпитафия Моцарту Здесь обитает Моцарт. Он верил в нечто, чему названия нет. И нету слов, чтобы это объяснить. Он музыкой сумел сказать об этом. Когда он умер, был отнят лишь его телесный облик. Сказали, что его не опознать, и труп зарыли в общую могилу. Но мы предпочитаем верить, что никогда он не был похоронен, поскольку никогда не умирал. Внемлите. Стаймин Карлен Уважаемые читатели, на этом наша литературно-музыкальная композиция, посвященная жизни и творчеству Волюганга Амадея Моцарта, подошла к концу. Благодарим за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok